В Макеевке обвалилась стена жилого трёхэтажного дома, в котором прописаны 80 человек. Никто не пострадал по счастливой случайности. Будут ли городские власти восстанавливать строение и получат ли жильцы новые квартиры, узнавал Максим Савченко. Дарья как раз собиралась на работу, когда услышала, как в квартире трещит штукатурка, а вслед за ней упал потолок. Слышала штукатурка, началась, что на потолке трещины. Ну, не обратила внимания. Пошла в ванную. И только я вышла из комнаты, всё рухнуло. Моментально. Я только за порог, только дошла до ванны, и всё, оно обрушилось. Сейчас на месте обвала бригада МЧС разбирает стены и всё, что осталось от разрушенных квартир. Установлено, что произошло обрушение трёх квартир, в результате чего жертв пострадавших нет. В настоящее время проходят следственные действия. К приезду МЧСников жильцы успели забрать необходимые вещи и документы и предупредить близких, что жить им больше негде. Мне на работу муж позвонил, сказал, что квартира ушла. У нас комната на ту сторону выходила, на другую. А здесь жила у меня дочка с внуком и зятем. Сейчас вокруг дома выставлена круглосуточная охрана от мародёров, а все жильцы собрались в школе неподалёку. Там они будут оставаться, пока мэрия Макеевки не найдёт им жильё. К ночи обещают всех расселить по гостиницам. Завтра буду разговаривать с губернатором, в том числе и местный бюджет, о выделении средств для приобретения квартир всем жителям этого дома. Жители разрушенного дома уверены, беды можно было избежать. Ведь о том, что их 60-летний дом трещит по швам, они неоднократно жаловались коммунальщикам. Максим Савченко, Николай Добрянский. Специально для телеканала Донбасс.